Всем привет, это Мнев! Сегодня мы не у меня в студии, снимаем ни обзор железки, ни постройку проекта, ни что-то о компьютерах. Сегодня очень странный и нетипичный видос для моего канала. Сегодня будет начало работы над ошибками, над одним очень неоднозначным автомобилем, который вызывает бешеный диссонанс, потому что совмещает в себе старое и новое, и это Infiniti Q60. Краткость, сестра таланта. Яфта. И если копнуть немножко в историю, то это самый красивый Infiniti из всех, которые есть. Причем его предшественники это G35 и G37 с офигенными атмосферными моторами, но они уже не канон были, хоть и назывались Skyline. Фанаты 34, 33 и 32 кузовов не считали их уже Skyline, потому что Skyline, точнее его потомком полноценным стал это 35 кузов GTR. Эта же машина является очень родной GTR у из-за своего мотора, о чем будет рассказано дальше, и это очень важное достоинство именно его. Но вот как они сделали именно вот такую красоту, вопрос для многих, потому что G35 и G37 не самые красивые автомобили. А если учесть тот опыт, который есть у Nissan, Infiniti и Datsan по производству спортивных купе 180SX, Silvia 240SX, все легендарные машины, NFS, Skyline, Firelady, все-все это предшественники вот этого. И здесь это объединилось и вылилось в таком виде, что очень выделяется на фоне остальных. Ее конкуренты это Audi A5, BMW 4 серии и плюс еще Mercedes-Ceclas, они выглядят, ну, довольно-таки сильно похожими на своих четырехдверных собратьев. Эта же машина отличается от Q50 и выглядит совсем по-другому. Выделяется из потока сильно и сворачивает головы намного сильнее. Это важное достоинство данного автомобиля. Эти изгибы, эти фары, эта решетка, плюс еще, когда я заклеил ее в матовую пленку, она стала выглядеть, ну, просто очень-очень ярко в плане того, что все ребрышки, все особенности кузова стали подчеркиваться и выделяться сильнее. Единственная проблема в плане внешнего, как по мне, это хром, которого очень много и некоторые элементы имеют довольно-таки спорный дизайн, но это все просто решается с помощью антихрома. И вот то, что получилось на сегодняшний день, является началом работы над большим интересным проектом, я хотел сказать, но это будет все-таки работа над ошибками. И если ты ждешь от этой машины магии, вот такой вот, то ее тут нет. Приходится подходить и поднимать все руками и также закрывать. И это не исправить, потому что, ну, нету электронных приводов и не поменять, но это еще не все. Опять же, если вы не закрыли дверь, доводчика тут нет. Но это можно докинуть за какие-то 45 тысяч и машина станет соответствовать тому же самой BMW, Mercedes, Audi, в которых это есть опционально. А тут даже за большую кучу денег это ты с салона не поставишь. И опять же, это важно учитывать, потому что это те мелочи, из которых складывается автомобиль. А здесь эти мелочи очень странные, непонятные, потому что, опять же, в багажнике стоит лампочка накаливания желтая. Под дверьми, когда открываешь дверь, стоят лампочки накаливания желтые, которые ты, да, поменяешь на светодиоды без проблем, каких-то там 800 рублей, и у тебя еще запасная лампочка останется. Но это тебе нужно будет сделать самому, напрячься. А это немного не тот девиз, который выбирают для себя владельцы премиум сегмента. И, конечно, говорить о практичности купе на каждый день, возить двоих детей в школу и в садик, это довольно-таки странная тема, но это делаю и кайфую каждый день, потому что она дает эмоции. Но вот в плане практичности есть один важный нюанс, которого тут не хватает. Скажем, что нивелировать отсутствие поднимающегося багажника можно вот этой кнопочкой. Но места тут катастрофически не хватает. И банально я пытался увезти двух кошек в перевозке к доктору, но перевозка сюда не влезла. И тут сейчас съемочное оборудование лежит, и по идее все. Если везти колеса в машине на межсезонье, менять резину, то с трудом, но все четыре двадцатых колеса сюда влезут в плане резины. И снизу под этим полом есть докатка, плюс еще есть специальная распорка, здоровая металлическая, которая добавляет жесткости конструкции. Можно сделать больше, можно сделать лучше, но останетесь вы тогда без докатки. И на примере Мерседеса, того же самого Е-класса, где нет докатки и багажник больше, можно просто добавить ремкомплект. Что, с одной стороны, спорно, не очень хорошо, но проблема с багажником, опять же, решаема. И плюс еще волшебная кнопочка есть, которая, ну, ну, все-таки фетишно выглядит и очень даже интересно. И если с внешним нет никаких проблем, все выглядит очень хорошо, есть придирки к багажнику и к доводчикам, которых нету, то в салоне все практически идеально. И есть то, за что можно сильно ругать Infiniti, и опять же, за это можно ее не ругать и боготворить, потому что это раскрывает огромные способности конкретно для мотора. Если мы говорим о салоне, то тут кожа там, где она должна быть, и она мягкая, во всех местах, куда падают руки. Есть вставки алюминиевые, есть вставки под алюминий, под хром, есть вставки карбоновые, которые выглядят шикарно. И на фотографиях они выглядят спорно, а когда ты вживую в ней оказываешься, то совсем все по-другому. Мягкая торпеда, сиденье со всеми регулировками, которые только можно, но нет вентиляции и нету, к сожалению, у нее массажа. Но это можно все докинуть с Америки, заказав, и плюс еще есть электропривод, который, опять же, удобен, и когда ты подходишь к машине, садишь туда детей, высовываешь детей, делаешь с ними все, что угодно только, это спасает. И строчка присутствует, в общем, все отлично, плюс черный потолок, звук басе, хуительный звук басе. За эти деньги, миллион три сто семьдесят, за которые я взял эту машину, без всяких там хренек вместе со страховками и кредитами, я просто мега как доволен. Плюс ребята с района, которые любят BMW, очень дорогие BMW, они заценили этот звук и сказали, что для этих денег это более чем хорошо, и звук тут довольно-таки приличный. Плюс даже когда мы разбирали машину, я делал шумку дверей, я увидел то, что тут здоровые массивные динамики, и, кстати, после шумки дверей стало звучать все намного интереснее. И вот в целом то, что я сейчас описал, выглядит круто, классно и мега перспективно, и можно брать, идти покупать и радоваться жизни. Но, есть два сенсорных экрана, хочу заметить, что они сенсорные, это важно, об этом мы еще будем вспоминать. Они просто нас отматывают далеко в 2000-ю в эру смартфонов, когда были Glofish, Nokia, HTC, все это было еще популярно, когда я еще был мелким пиздюком и ходил в школу. То тут еще рядом с одним основным дисплеем есть кнопочки по бокам, эти кнопочки все очень сильно помогают, ну, с настройками, со всеми в ручном режиме. И также они дублируются на основном дисплее нижнем, и все это работает, но это смахивает сильно на Nokia из тех времен, на тот самый смартфон, где у нас кнопки были по бокам экрана. Выглядит очень спорно, очень странно, а плюс еще добавляем сюда то, что разрешение экранов не такое высокое, то мы сталкиваемся с тем, что выглядит это странно, стрёмно и как из прошлого века. К верхнему экрану меньше претензий, он не глянцевый, и плюс еще его можно дооснастить без потери гарантии, он будет полноценным планшетом. И тут-то как раз-таки то, что он сенсорный, все спасает, так как подобные машины с подобным дооснащением с несенсорным экраном выглядят довольно спорно и не очень удобно. К примеру, та же самая Audi A5 вас заставит плакать в эти моменты, и только джойстиком все управление будет происходить, а здесь и голосовое управление будет, и управление пальчиками. В общем, все в этом плане будет отлично. И казалось бы, да, все классно, можно поправить, можно исправить, но если мы включаем камеры 360, обзор вокруг, то мы начинаем плакать слезами, которые прожгут асфальт и все, что есть, и достанут до недр земли. Потому что они хуже, чем у BMW 2013-2014 года. Это большой провал, потому что, ну, они просто нефункциональны, они очень спорные, и они действительно из того времени, когда все только начиналось с камерами 360-ками, когда вот Infiniti первое это ввели, и... Насколько я знаю, первое ввели. И вот это с того момента осталось так же. Это никак не поменять, не исправить, они немножко искажают, но, в принципе, их присутствие радует. Потому что в некоторых машинах в этом ценовом диапазоне вы можете получить только сонары. А сонары еще хуже, чем вот это. Так что тут плюс еще есть сонары. Сонары и камеры, и... Круто! И как раз таки в салоне, особенно, когда ты едешь, вылетает самый большой диссонанс. С одной стороны, это как бы что-то такое древнее, с другой стороны, нет. Но здесь же машина, гонка, спорт. И тут очень важен то, что руль здесь, три спицы, толстенькие, со всеми возможностями управления. Лепестки находятся прямо на руле, что тоже плюс. Плюс коробка переключается в разные режимы, как в мануальный, так и нет. Вот как раз таки та проблема, про которую я говорил, доступ к вот этому отделению. И в целом все более-менее удовлетворительно. Но важно то, что здесь есть режимы, которые можно настроить. Здесь их несколько, они все высвечиваются на сенсорном экране на верхнем. И тут ты уже выбираешь то, как ты поедешь. И здесь меняется рулевое колесо в трех разных измерениях. Трансмиссия также в трех разных вариациях. Ну и, конечно же, у нас еще меняется подвеска. Подвеска здесь настраиваемая, многорычажная. Два диапазона, либо она расслабленная, либо она максимально зажатая. И сейчас мы едем уже в максимально зажатой подвеске. И она позволяет хорошо держать повороты. А добавляем сюда еще дополнительно рулевое колесо, которое является синтетическое, как его называют. Из-за трех компов, которые занимаются всем управлением, то руль тут, во-первых, он очень резкий. Во-вторых, он ощущается совсем по-другому. И возможности у него именно от ощущений постоянно разные. Они сильно меняются. Грубо говоря, ты заезжаешь на низкой скорости на парковку, и он становится мягким, расслабленным, прекрасным автомобилем, который тебе просто, ну, после тяжелого рабочего дня дает расслабиться. Но когда ты хочешь, чтобы он стал задористым, интересным, чтобы он стал резким, очень сильно резким, то ты включаешь спортивный режим, либо разгоняешься чуть сильнее, и все становится по-другому. Плюс еще тут V6, который дает это делать. И вот оно все. Вот. Единственное, за что хочется поругать, то за то, что в салоне есть звук выхлопа. Звук синтетического выхлопа из динамиков. И от него очень легко избавиться, что я сделал. И сейчас в спортивном режиме можно ездить и наслаждаться. И как раз-таки выхлопа тут не хватает. Это очень большая головная боль этого автомобиля. И это очень важный минус. В замену чего просто ведет за собой полностью весь Stage 2 пакет. Потому что просто поменять выхлоп по-человечески, так, чтобы двигателю не было плохо от того, что выхлопные газы залетали обратно, он перегревался, и все это было не так, как должно быть. Тут нельзя сделать. Об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Но в целом, даже в стоке, этот автомобиль дает очень приятные ощущения. Несмотря на то, что тут старые экраны, старые камеры. Он дает очень-очень приятные ощущения от управления, от вождения и от настроек. И подвеска вместе с рулежкой просто дико-дико спасает всю ситуацию. И это является очень важным плюсом и большим достоинством данного автомобиля. Сейчас мы подъедем на парковку, включим камеры, и вы посмотрите на весь этот трэш. Хотя зачем это делать? Есть просто кнопка включения всего этого. И мы нажимаем. Сейчас замедлимся, потому что он не работает так, чтобы включать на большой скорости. И есть разные изменения вида, но при этом качество не то. И если мы подъедем к автомобилю рядом, несмотря на то, что у нас есть 360, некоторые зоны у нас будут не очень проглядываться. Плюс еще его нельзя на постоянку включить, и это тоже немного расстраивает. Если мы подъедем вот так вот, к автомобилю, то искажение тут довольно-таки сильное, и от этого ты, ну, испытываешь немного неудобства. Но при всем при этом, это лучше, чем отсутствие камер. И здесь, ну, с этим придется смириться. Ничего не сделаешь. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Если вы знаете, как это поправить, какие есть камеры, которые можно поменять, пишите снизу. Но это важно, чтобы автомобиль оставался на гарантии, потому что пробега здесь 40 тысяч 35 километров. Он только-только прошел обкаточку. Так что, пушка! И поскольку в каждом моменте мы находим где-то сочетание старого-нового, то вот как раз-таки мы переходим теперь к основному, после внешнего и салона. А это ведь все важно. И вот самое важное, самое интересное, что отличает эту машину от ее конкурентов за эти же самые деньги, а это именно мотор. Начнем с того, что здесь VR30. Младший брат VR38, того же знаменитого двигателя, который стоит в ГТРе и который выдерживает колоссальные мощности и в стоке 540 сил или даже уже 600 сил идет. Но здесь VR30, V6, две турбины. Причем хочу заметить, что эти две турбины отличаются от 300-сильной модификации, которую к нам не возят. Здесь 405 сил и 475 ньютон-метра крутящего момента. И выглядит это все крайне здорово. И это первое, что вам говорит продавец. Но вес автомобиля 1914 килограмм. И просто бешеный вес. Это бешеные цифры. Тяжелее только Lexus LC500, который мощнее, тяжелее почти на сотку. И при этом Lexus стоит в 2,5 раза дороже. И выглядит тоже, кстати, он неплохо. Но это совсем другая ценовая аудитория, диапазон и совсем другая уже проблема. И здесь, вокруг этого отличнейшего двигателя, который, как уже показал опыт канадцев, американцев и ребят из Дубая, держит 550 сил, коробка держит 800 момента и привода держит 800 момента. И все это работает. И просто задушенный мотор с слабым масляным радиатором, не очень производительный ТНВД, хорошими, в принципе, турбинами, которые позволяют выжать с него 550 сил, задушили еще выхлопом с вот такой вот дырочкой, с такими вот здоровыми катализаторами, которые весят бешеные килограммы. Просто добавляют, мне кажется, этой тачке огромного веса. Добавим сюда то, что диски 20-е, которые стоят стоковые, весят 18 килограмм штука. Просто поменять 4 колеса в круг можно 9 килограмм минусануть. А это почти 40 лет из общего. Плюс еще тут уже поменена резина. Тут стоит лучшая резина. Тут стоит Michelin Pilot Sport 4, когда стандартный дубовый бриджтон, в принципе, неплох, но чуть ниже температура, чем надо, и все, вы как корова на асфальте. То есть никакого держака нету. Здесь же с этим уже лучше. Но основная проблема кроется тут. А тут бешеный потенциал. И есть один маленький нюанс. То, что коробка тут не как в GTR стоит, хорошая, быстрая. Тут очень медленная коробка, которая от Nissan Patrol. То есть она по факту от трактора, она медленная. Там немножко по-другому, скорее всего, распределены предаточные числа. Но зато она держит 550 сил в стоке. И это очень хороший момент. Плюс еще, если чутка сделать легче эту машину, то она станет куда отзывчивее и интереснее. И ни один Stage 1, Audi, BMW, Mercedes ее уже не обгонят. Про двухлитровый, если говорить. Если пойдет речь о машинах, которые стоят уже чуть-чуть дороже, и другого класса, в которые она пытается промежуточно метить, там уже будет паритет, я думаю. Но при всем при этом, эта машина дарит удовольствие. И чтобы это удовольствие было, мы займемся как раз таки всем вот этим вот пакетом, комплектом. И это будет полноценный Stage 2. Плюс еще поменяем карданы, тормоза, чтобы все держалось максимально хорошо. И машина же на гарантии, скажите вы. И будете абсолютно правы. Нельзя так делать на каком-то BMW, Audi и чем-то еще. Это просто вам не даст возможности в каком-либо роде, ну, сохранить гарантию. И здесь старая мультимедиа, старый комп. Который просто банально зашил, обратно, и ты не пойман. И вот тут как раз таки вот эта старая мультимедиа, которая из прошлого века, просто превращается в огромный плюс этой машины. И ты на гарантии можешь ездить на Stage 2, на прошивке, через Zecutec, и никто тебе не предъявит ничего, если ты все уберешь, приедешь в сервис, покажешь эту машину. И ни один BMW, Audi, как я сказал, уже так не может сделать. А там также потенциально очень крутые, интересные моторы. И вот как раз таки едет тот пример того, что будет здесь. Если добавить определенную сумму, чтобы это стоило так же, как вот эта машина, BMW F10 Competition, которая едет 12,7 квотер. А за рулем тот самый человек, чья фотография висит над кроватями всех владельцев Camry 3.5. И они, наверное, молятся на него. В общем, спасибо ему за то, что он приехал, показался, и именно с этой машиной будет потом сделана проездка. Мы сделаем заезд на Красном Кольце, который сейчас находится на ремонте, перед подготовкой к этапу RDS GP, который будет скоро. И, в общем, уже сейчас эта машина, не сильно-то отстает от нее. А стоит она 4 миллиона в том состоянии, в котором есть, и как бы довольно-таки жирно. Плюс эта машина, если докинуть все, что планируется с ней сделать, полный комплект Stage 2, также будет стоить около 4 миллионов со всеми вот этими хохоряшками. Не считая дисков, потому что диски я еще тупо не нашел. И вот эту зарубу мы можем посмотреть дальше, уже, наверное, в третьей части, когда будет все доделано. А пока это есть так, как есть. И в стоке это очень спорно. Это машина, которая вызывает бешеный диссонанс от того, что ты садишься вроде в машину 18-го года или 19-го, потому что 19-й нихрена не отличается. А ты садишься в нее и видишь камеры из 2010-го, видишь коробку, которая из того же старого года, видишь те же самые старые тормоза, которые нихрена не тормозят на большой скорости. И весь потенциал, который там есть, они просто убивают напрочь. В этой машине нет выхлопа, нет звука. А вот тут есть звук. Звук дайте, пожалуйста. А тут есть звук. А когда ты берешь купе такое, ты хочешь понтануться, приехать где-то вечером, чтобы тебя заметили не только внешне, чтобы твой звук говорил, что у тебя там что-то есть. А там-то что-то есть, а звука нет, потому что все вот так вот узенько сделано изначально с японцами для американского рынка. В общем, это тот конструктор, у которого есть свои нюансы, есть свои особенности. И вот именно та мультимедиа, за которую все хейтят, является такой важной частью, что она просто позволяет шиться и не париться, и тебе никто не отследительно найдет, а не один из конкурентов, который стоит в два раза дороже, такого не позволит. И да, это в два раза дороже. Тут всего плюс 700 тысяч. А те конкуренты, которые стоят так же, ну, сильно-сильно проигрывают, как и по оснастке, так и по мотору, так и, в принципе, по эмоциям и ощущениям, которые дает Q60. В общем, на этом, в принципе, все. Спасибо. Виталий, собственно говоря, что он приехал, и, надеюсь, заруба будет в продолжении, после того, как тут будет стоить два, сейчас пока красное кольцо, к сожалению, на ремонте, и мы не можем себе это позволить сделать. Мы ведь охеренно законопослушные люди, и никакого тюнинга у нас нету, и нет у нас никакого нарушения и резких стартов на светофор, как я уже сказал. И, в общем, большой палец вверх. Если вам рубрика машины в этом айтишном канале зашла, то я очень рад, и буду делать дальше. А также хочу сказать спасибо огромное Виталии, Марку, Родиону. Также хочу сказать огромное спасибо Гоге, ну и команде Forward Auto за саппорт. Еще есть Александр из Infinity Center, который тоже многие важные нюансы мне подсказал, рассказал. И, в общем, ребятки, увидимся уже очень скоро, потому что машина прям уже завтра отправляется на доработки, впуск, blow-off, ТНВД, тормоза, кардан, выхлоп только еще не пришел. Вот как только придет выхлоп, мы уже выйдем и покажем, что мы можем быть быстрее, чем вот эта вот злая черная машина. В общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok